Но у загара есть и отрицательные стороны. Распад коллагеновых волокон способствует фотостарению. Это процесс, с которым бороться в разы сложнее. Всем привет! Вы на канале SkinLight. Сезон отпусков в самом разгаре, поэтому сегодня я расскажу, как предотвратить пагубное влияние солнечных лучей на нашу кожу. Наверняка все знают, что умеренное пребывание на солнце полезно как для физического, так и для психического здоровья. Но у загара есть и отрицательные стороны. Ультрафиолетовые лучи вызывают повреждения кожи на клеточном уровне. Они способны разрушать коллаген и запускать реакции, которые приводят к заболеваниям кожи. Распад коллагеновых волокон способствует фотостарению. Оно проявляется снижением тонуса кожи, появлением морщин на лице, кожа теряет свою эластичность и упругость, а также становится сухой. Кстати, фотостарение, в отличие от возрастных изменений, это процесс, с которым бороться в разы сложнее. Кроме того, длительное пребывание на солнце может спровоцировать ожоги, а также появление пигментных пятен. Мне кажется, этого достаточно для того, чтобы задуматься о защите своей кожи от солнечных лучей, а точнее от ультрафиолетового излучения. Прежде всего, нужно задуматься о солнцезащитных кремах. Фактор SPF защиты должен быть не ниже 15 и наносить его необходимо при каждом выходе на улицу, даже если вы не на курорте. К счастью, сейчас большинство уходовой косметики способны защитить от ультрафиолетовых лучей. Также не забывайте про безопасное для загара время. Менее активны солнечные лучи до 11 утра и в послеобеденное время 16 часов. Но помните, что нужно ориентироваться и на свои ощущения. Если чувствуете, что кожа сильно печет и в безопасные часы, не нужно загорать. Ни в коем случае не злоупотребляйте солнце в погоне за красивым загаром, ведь это может быть вредно не только для кожи, но и для всего нашего организма. А если вам очень хочется приобрести красивый загар без вреда для кожи или вы опасаетесь за свое здоровье и состояние кожи, попробуйте хороший качественный автозагар. Наиболее удобный формат это, конечно же, салфетки. Благодаря им вы можете спокойно не переживать за то, что у вас будет загар с полосами, с пятнами, потому что они наносятся равномерно. Только если вы, конечно же, не нанесли их как-то неправильно и из-за этого появились полосы. А главное то, что можно регулировать интенсивность загара от минимального до яркого, потому что можно наносить его чуть ли не каждый день. Но несмотря на то, что салфетки очень щадящие, после их использования обязательно тщательно помойте руки, иначе получите желтые ладошки. Или во время использования можете надеть латексные перчатки. Ну а если же вы все-таки хотите загорать на солнце, кожу после этого нужно тщательно увлажнить, чтобы восстановить водный баланс. Для более эффективного увлажнения я рекомендую использовать различные восстанавливающие маски. Например, тканевые. В ассортименте Skinlight можно подобрать маску, которая подойдет для любой кожи. Еще лучший эффект будет от маски, если перед ее применением вы нанесете сыворотку. Ну либо ее можно нанести после для увлажнения. Несмотря на перечисленные отрицательные стороны загара, не стоит всегда прятаться от солнца. Подходите к процессу с умом. Следуйте правилам пребывания на солнце, заботьтесь о своей коже, и тогда солнечные ванны принесут вам только радость и пользу. Ну а чтобы не пропустить наши следующие выпуски, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик и ставьте пальчики вверх. Пока-пока!